Друзья, день добрый! В сегодняшнем видео уроке я хотел бы затронуть такую важную тему, как настройка вариантов доставки товаров в вашем магазине PrestaShop. Эта тема важна, так как она сразу же некие ограничения на ваших покупателей может накладывать. Кому-то может не понравиться тот вариант, который вы предлагаете, и этот человек, потенциальный покупатель, уже что-то не купит. То есть, PrestaShop, благодаря своему функционалу, позволяет сделать достаточно гибкую, достаточно расширенную настройку этих вариантов доставки товаров в вашем магазине. Как это делается, я и хочу сейчас показать. Для этого, конечно же, нам нужно войти в админ панель нашего магазина и перейти в раздел доставка. В разделе доставка главный момент такой, это раздел перевозчики. Ну, я предполагаю, что до этого вы уже должны были определиться со странами, в которых работает ваш магазин. Если это несколько стран, они должны быть отмечены зелеными галочками. Если это одна какая-то определенная страна, то, соответственно, должна быть добавлена одна страна. И вы должны знать, в какой зоне эта страна находится. То есть, это можно увидеть при редактировании страны. Вот Российская Федерация, она располагается по настройкам зона Европа вне Евросоюза. Да, Out, Euro Union. Это важно, потому что это понадобится при настройке перевозчиков. Ну, и переходим в раздел перевозчики. Видим, что у нас уже тут добавлено два перевозчика. Это, собственно, вариант забрать товар в самом магазине. И вариант курьер. Да, мой курьер, не переведенный. Давайте отредактируем. Здесь можно вот на русском написать. Курьерская доставка. Вы можете каждому варианту перевозчика добавить некую картинку, логотип, которая будет отображаться внутри кабинета покупателя. Указать на файл картинки. Здесь описываются условия, как производится доставка. Это можно сделать на нескольких языках, если ваш магазин мультиязычный. В эту строку можно добавить специальный URL для отслеживания отправленного товара. Например, сейчас многие службы доставки, в том числе и почта, позволяют следить, где и на каком этапе находится ваша посылка. Здесь можно ввести этот URL сервиса, который позволяет это делать. Ну и вот важный момент. Это, собственно, зоны или континенты, как здесь переведено, где данный перевозчик, данный способ доставки, как бы работает. То есть, если вы этим перевозчиком планируете доставлять товары в вашей стране, соответственно, здесь должна быть отмечена зона, к которой ваша страна относится. Если Россия относится к Европе вне Евро-Юнион, здесь нужно ставить галочку. Если вы хотите доставлять этим перевозчикам, скажем, и на Украине, Украина в своих настройках, она относится уже чисто к Европе. Это мечта наших политиков, наверное. Поэтому здесь должна стоять, если этот перевозчик работает у вас и по России, и по Украине, здесь должны стоять две галочки. Ну, а скажем, там Африка, Азия и все вот это, это можно смело убрать. И каждый перевозчик, вы его настраиваете в соответствии с тем, будет ли он работать там или не будет. Доступен группе. То есть, в вашем магазине может быть несколько групп покупателей. По этим группам вы распределяете клиентов. Соответственно, здесь вы можете тогда галочками отмечать, если у вас есть какая-то VIP-группа, в которой доступен VIP-перевозчик. Соответственно, в его настройках должна стоять галочка, что он доступен только в этой VIP-группе. Статус включен, если этот перевозчик доступен. И вот еще важный момент. Если доставка этим способом у вас будет бесплатной, вам нужно здесь убрать вот эту зеленую галочку. То есть, не применять стоимость доставки к данному перевозчику. Если доставка платная, то эта галочка должна стоять. И здесь вот следующие пункты. Это как рассчитывается стоимость доставки для данного перевозчика. Давайте вот сделаем для примера курьер у нас доставку бесплатной. Вернее, здесь надо применить стоимость. Делаем бесплатной, сохраняем. Теперь мы видим вот курьерская доставка. И в столбике бесплатно стоит зеленая галочка. То есть, для данного способа посетитель ничего платить не будет за данный способ доставки. В принципе, то же самое нужно сделать и для возможности забирать клиенту самому товары в магазине. Если вы эти галочки оставите, ну ничего страшного, главное, чтобы стояла галочка, проставленная галочка там, к той зоне, куда относится ваша страна. Здесь тоже убираем. Ну и давайте добавим какой-то новый вариант доставки. Например, почта России. Логотип вы можете там найти где-то на сайте, скачать и присоединить сюда. Время доставки. Например, вот так вот. Доставка в течение 70 дней. URL тоже при желании можно добавить. Ну, в принципе, заполнять нужно поля только те, которые обязательны. С красными звездочками. Остальные поля заполняю не обязательно. Опять же, здесь ставите, если почтой вы планируете рассылать товары по территории Российской Федерации, ставим галочку напротив Европы, вне Евросоюза. Применить стоимость. В данном случае давайте сделаем этот вариант платным. То есть платить за него будут покупатели. Все остальные настройки можно оставить по умолчанию. И сохраняем. Вот у нас появился новый перевозчик. Теперь смотрите. Важный нюанс. Опять переходим в раздел доставка. Смотрим. Здесь есть вот такая опция. Расчет стоимости доставки. Есть два варианта, как рассчитывать стоимость доставки. В зависимости от суммы заказа, либо в зависимости от веса заказа. Ну, здесь, как бы, я думаю, все понятно. То есть вы можете разбить весовые категории и категории суммы на несколько разделов. Разделов, да, скажем, если товар весит от 0 до 5 килограмм, то стоимость доставки его одна. Если от 5 до 15, то другая и так далее. Соответственно, если рассчитывается по сумме. Если сумма заказа покупателя до 10 тысяч рублей, то стоимость доставки такая. Если там от 10 тысяч до 50 тысяч, другая. Если там свыше 100 тысяч, например, вообще бесплатно. Да, можно сделать. Все это можно делать. То есть вам нужно определиться основной момент, как вы рассчитываете стоимость доставки. От веса заказа, либо от суммы заказа. Ну, по мне, это логичнее делать от веса заказа. Ну, у каждого продавца могут быть свои, как бы, нюансы. Да. Делаем от веса заказа, сохраняем. Так, ну и теперь нам нужно, собственно, определить диапазоны веса для каждого из вариантов доставки. Переходим в раздел доставка диапазоны веса. Нажимаем добавить. И вот выбираем способ доставки, который мы добавили, почта Российской Федерации. И определяем те диапазоны, которые нам нужно делать. Допустим, если там посылка весит от 0 до 5 килограммов, это один диапазон. Добавляем вариант от, скажем, 5 до 15 килограммов, это другой диапазон. Ну и, скажем, от 15 до 50, это третий диапазон. Все, диапазоны веса мы определили. Теперь, собственно, нужно перейти к определению стоимости этого способа доставки для этих разных диапазонов. Переходим в раздел доставка. И вот здесь у нас, видите, есть почта Российской Федерации. Она работает у нас в зоне только Европа, а вот Евроюнион, вне Евросоюза. И здесь мы определяем, сколько стоит доставка для каждого диапазона. То есть, например, 100 рублей до 5 килограмм, 150 до 15, и там 200 рублей, например, до 50 килограмм. Сохраняем. Все. То есть, мы для этого способа доставки определили эти расценки. Ну, тут еще есть такая возможность, вот еще обработка заказа, сделать ее платную, чтобы там еще какую-то небольшую прибыль получить на каждом заказе. В принципе, вы можете здесь это убрать, поставить 0, да, либо сделать ее бесплатной, там, в зависимости от какой-то суммы. Но это для чего сделано? Для того, чтобы, если у вас какие-то мелкие заказы, там, на 100 рублей, и их много, ну, чтобы, как бы, не перегружать работой бесплатной ваших сотрудников, да, можно вот за каждый такой заказ брать дополнительную денежку небольшую. Это определяете вы сами, как это работает. Теперь давайте посмотрим, что у нас получается. Когда клиент заходит в свой кабинет, добавляет товар в корзину, нажимаем «Оформить», и идет на «Оформление». Вот он видит, да, такие варианты. Почта Российской Федерации, это то, что мы настроили, вот, 100 рублей, 2 рубля за оформление, и получается, что 100 рублей, потому что этот товар попадает в первый диапазон. Ну, это iPod плеер, соответственно, он там весит меньше 5 килограммов, я надеюсь, конечно. То есть, здесь еще что важно, при таком выборе, такого диапазона расчета по весу, здесь для каждого вашего товара, соответственно, должен быть установлен вес. То есть, в каталоге вы, когда добавляете, либо редактируете товары, у вас должен быть определен вес. Вот вес упаковки 0,5 килограмма. Соответственно, тогда магазин при расчете стоимости может просчитать, сколько дополнительно клиент должен платить за доставку. То есть, когда человек выбирает определенный метод, нажимает далее, магазин делает перерасчет, вот, добавляется поле доставка, и общая сумма возрастает. То есть, вот так вот вы для каждого способа доставки можете настроить свою стоимость, в зависимости от веса, либо от цены, в зависимости от разных зон, куда происходит доставка. То есть, по России это может быть одна цена, если в Украину, это уже другая зона, соответственно, цены там возрастают. Поэтому определяйте в своем магазине, какими способами вы доставку производите, добавляйте этих перевозчиков, добавляйте возможность, если эта стоимость перевозки будет платной, либо бесплатной, настраивайте, делайте бесплатную, если это бесплатно, либо настраивайте для каждых зон вот такие свои стоимости доставки. И ваш магазин заработает. Спасибо за внимание. На этом все, друзья.